здравствуйте уважаемые зрители вчера был насыщенный день на новости я выпустил вчера два видео и сегодня тоже есть о чем поговорить серьезном давайте начинать да сразу попрошу тех кто не подписан обязательно подписаться как всегда поставить лайк и колокольчик это очень важно для меня владимир зеленский сегодня выступил на экономическом форуме в давосе по видео связи и я хотел бы показать вам не остановиться на ключевых тезисах и обсудить это виступаючи по видеозвязку пан зеленский пообещав что коррупция та система яка ранее породила олігархов будут викоренені а украина станет привабливым местом для международного бизнеса после закончения войны он также закликал святую державу допомогти украине ввести свое зерно на святой рынок еще запобегти продовольной кризис и попередив что росия контрабандой вывозить пшеницу и другие продукты харчевания с краин это намагается продать их на открытому рынку по поводу зерна двумя руками поддерживаю зеленский прав тут же двух дней не быть не может все верно все правильно но я хотел бы больше остановиться на первом пункте где владимир александрович сказал что будет искоренена система которая породила олигархов и коррупция исчезнет и так далее я хочу для себя понять и от имени всех бизнесменов я думаю выступить и спросите как это коррелируется с действиями господина гетьманцева ведь система породившую олигархов это как раз и есть система когда у одних был доступ к государственному имуществу и копеечной приватизации а у других нет сейчас гетьманцев лоббируют именно крупные сети крупный бизнес раздавливая мелкий средний а украина должна быть страной в которой можно подняться с нуля и заработать деньги страной возможностей как и сша капиталистической страной вот за что предприниматели я и другие сражаются и те кто в том числе вам владимир александрович написали открытое письмо чтобы уволить гетьманцева я не буду говорить о тех кто встречались с ермаком я не знаю кто их туда делегировал и так далее этих бизнесменов если в украине не будет условий когда человек может заняться бизнесом с нуля и подняться благоприятных для этого условий украина всегда будет с таким ввп который она имела до войны 120 миллиардов долларов и вот ключевое и если вы говорите о том что должен прийти иностранный инвестор и приглашаете их то я бы хотелось попросить подумать и о внутреннем инвесторе потому что нет ни одной страны в мире где внутренний инвестор в худшем положении находится чем внешне но мы не берем маленькие оффшорные страны там действительно созданы условия именно для внешнего инвестора но это странные экзотические украина огромная страна здесь огромное количество талантливейших бизнесменов и нужно позаботиться о нас прежде чем звать внешнего инвестора конечно внешне инвестиции нужны и без этого не будет ни роста ввп ни будущего тоже никто не отрицает однозначно мировые корпорации нужны и очень жаль что это не было сделано раньше другими президентами здесь даже двух тоже мне не быть не может но то что делает гетьманцев это издевательство над внутренним инвестором пожалуйста владимир александрович займитесь этим вопросом несмотря на войну я сейчас говорю от и имени наверно сотен тысяч украинских предпринимателей мелких средних и даже нескольких крупных потому что вот вам пример гетьманцев дал интервью изданию бабель давайте не будем по издержкам просто посмотрите как она называется главный тезис этого интервью по податкуваннице мастерство общипывать и гусака так чтобы он не кричал данила гетманцев про петицию за свою вставку марксизм и работу митницы петча свинни так вот мы просто гуси и все получается так мы гуси для гетьманцева которых нужно общепать так чтобы мы не заметили вот это я для себя запомню навсегда и советую то же самое сделать всем предпринимателям гетьманцев сейчас говорит от имени государства украина вот такое отношение продолжается когда чинуша вот а бизнесмен в ничтожество в своей стране для чиновников а в сша ровно наоборот все ну только там и чиновники ничтожество там он тоже уважаемый человек потому что он помогает они мешают вот такая история а дальше думайте все каждый для себя делайте выводы идем дальше отличились и другие которые на мой взгляд просто порочат имя президента есть такие народные депутаты это трио всегда даже во время войны жаждет отличиться то гимн переписывали то пытались совершить гражданство людей которые граждан украины которые покинули страну во время военного положения а теперь не предлагают право расстрела военным командиром офицером своих же солдат нардепи пропонують дозволить командирам вбивати військових у разі непокори авторами документа є члени партії слуга народу марьяна безугла галина третякова георгій мазурашу та інші у командиріві зараз є право застосовувати зброю проти порушників статуту однако редакції закону що діє є уточнення не призводячи до смерті військовослужбовця з нової версії цей рядок хочуть забрати люди що делається ви мене скажіть ці ідіоти хочуть в Росію превратити нас такі депутати я б советував главі партії фракції відправити цих депутатів к психіатру і провести серйозне обслідовання а потім обнародувати заключення експертів врача потому що у них як не день так у них нова дебільна ініціатива которая направлена на все на все но кроме объєднення людей кроме мира любви и благополучия страны убить лишить гражданства разъединить поделить ровно то же самое что делал петя во время своей каденции армия мова вира на чем разделил полностью людей и это привело в том числе к войне и сейчас народные депутаты продолжать военное время заниматься тем же когда людям жрать уже нечего мне сотнями пишут каждый день во все соцсети підкажіть будь ласка ще робити не має за що купити істы вот до чого доводять такі народні депутати я вже повторял і кожне відео буду говорить я за людей я не политик в политику йти не собираюсь но таких дебилів а это дебилы пусть вони будуть трижди народними депутатами я їх не боюсь это вони должны бути з позором ізгнані з позором просто если ви мазурашу безуглого тритьякова особенно георгий мазурашу который меня лично знає і я вас георгий давно знаю больше десяти лет это без угла без мозгов тоже собачьи будки в жизни не построила чем вы занимаетесь вы что соревнуйтесь кто больше патриот так вам уже по поводу изменения гимна президент сказал что идите докажите на поле боя наверное свой патриотизм если больше нихрена не можете а вот эти соревнования кто больше патриот это удел каких-то ничтожеств кстати я хочу отметить что игорь фриз который раз хочу его похвалить и отметить в фейсбуке написал пост и призвал своих коллег остепениться и такими дуростями не заниматься ну очередной раз хочу выразить ему свое уважение и это тоже знаете с чем ассоциируется журнал форбс украинский выставил статью рейтинг целых тоже больше всех из публичных бизнесменов помог украине и армии ну большого маразма наверно тяжело представить тот кто искренне это делает помогает в ссу волонтерам тот делает это тихо а не во всех соц сетях тому не надо понтоваться и если всю жизнь всю жизнь был русскоязычным переходить резко становиться украиноязычным для показухи чтобы нравиться людям своих соц сетях и не надо выставлять каждый день свои достижения и все такое или как некоторые депутаты киевского горсовета выставляют через день в своем инстаграме какие они рэмбо с автоматами в лесу воюют я все это вижу но все это там на после войны сейчас политика не хочу заниматься но вот эти шо это троица творит эти депутаты это уже просто на грани фарсы все что происходит это нужно немедленно прекратить я не понимаю что этого никто не может объяснить не стыдно просто за таких народных депутатов как гражданину украины идем другим новостям значит королевский флот может сопровождать украинские зерновозы такая новость появилась великобритания ведет переговоры союзниками по отправке военных кораблей в черное море для защиты грузовых судов предоставил коридор из одессы через босфор это возможно только с одобрения турции контролирующий босфор а также при готовности нато боевать с российским флотом это источник журнал times я не сомневаюсь что борис джонсон хотел бы такое сделать но я сомневаюсь что ему это удастся потому что столкенберг на это жизни не пойдет вот это мой прогноз можете зафиксировать его и еще эта тема которая не идет мне покоя возвращаясь гетьманцев он же нанял этого я вам вчера рассказывал душевно больного ахрименко псевдоэкономиста и я же вам хочу напомнить кто такой ахрименко где он выступал и что он говорил посмотрите те на сегодняшний момент я как происходно вижу что на него организовали шикарный наезд завидую если бы на меня такой наезд организовали но на меня не будет я же не занимаю посты что же на меня наезжать но завидую что вы немножко правильно поняли мне наплевать что там про него пишут меня интересует кто запустил веер и кто участвует очень интересно ну как знаете поэтому можно понять сколько денег бросили ребята да родные мои что вы думаете что а самое главное наскок не а вот знаете бабла отвалили до дурения чтобы на нем наехать моглец заслужил не а что правильно поняли ну смотрите ну есть конечно там такая мелочевка которая туда-сюда но когда маститые экспорты такие макрокономисты начинают разглагольствовать что налоги это плохо да заплатили хорошо а еще интересно что он неоднократно был в эфире канала россии один у небезызвестность скобеевы пропагандисты а знаете как это происходит я вам расскажу они оплачивают билет в москву они оплачивают гостиницу и дают тысячу долларов иногда полторы для того чтобы кто-то приехал из украины именно в роли говняного такого клоуна как ахрименко и прочие бездари которые только за пайку от власти от оппозиции от всех возьму только чтоб как-то прожить потому что нихрена ж больше не умею делать кроме как языком чесать и джинсу свою публиковать и бред разной силой кобылы и вот ахрименко таким занимался посмотрите и будет ли такого человека нанимать гетьманцев и может ли такой человек как гетьманцев выполнить обещание президента который говорит что система которая породила олигархов будет искоренена как и коррупция никогда не будет экономики с такими кадрами говорил я это говорю и буду говорить и тут важно не просто уволить гетьманцев но сейчас это просто вообще архиважно но не заменить его таким же клодом как и он без либеральной экономики никогда и ничего не будет нет времени но я запишу видео отдельное полностью с экономикой на мой взгляд какой она должна быть с конкретикой с цифрами не переживайте этот материал обязательно сделаю кому интересно так что люди задумайтесь и буду вас каждое видео призывать уважайте себя как голосовать потом за кого какие для этого использовать параметры эмерила когда вы выбираете человека во власть в любую в местную центральную потому что так дальше продолжаться не может пока